здравствуйте уважаемые зрители сегодня я бы хотел вам рассказать про один из подтипов эсминцев типа навик тип изи слав в которой входило первоначально пять кораблей но только три из них а именно изислав автраил и премеслав были достроены и сегодня расскажу немного про каждый из них фактически на момент строительства эти корабли были самыми крупными среди эсминцев и их положено было бы назвать лидерами эсминцев но такой классификации в дореволюционной россии не было все эсминцы типа изи слав проектировались французской фирмой норманд а строились на верфях в ревеле закладывались они все в тринадцатом году спущены на воду в четырнадцатом и пятнадцатом и несмотря на то что примеслав был заложен раньше всех он был достроен только в двадцать седьмом году в отличие от остальных которые достроены в семнадцать строились эти корабли для балтийского флота должны были служить в условиях суровых северных морей предполагалось вообще много на построить эсминцев по большой судостроительной программе скоростью не должна была составлять 35 узлов для того чтобы быстренько и шустенько оперировать уже по тем временам 35 узлов было минимально необходимой скоростью строили все эти корабли в ревеле после того как их построили они считались одним из самых лучших эсминцев которые были на балтийском море и хотели бы построить побольше но с началом первой мировой войны естественно все заказы были скажем так аннулированы было не до этого уже и поэтому по результате получилось только три корабля ну третье результате было достроено много намного позже по опыту введения боевых действий первоначально было всего два орудия главного калибра но после первого мировой войны когда поняли что уже в общем-то торпеды это не такое ну не во всех случаях хорошее оружие решили поставить и усилить артиллерийскую группировку за счет того что демонтировали части торпедных аппаратов в результате сначала поговорили об установке трех орудий калибра 102 миллиметра потом поговорили о четырех орудиях и в результате сошлись на пяти пять орудий калибра 102 миллиметра с длиной ствола 60 калибров это 102 миллиметровая пушка обуховского завода разработаны еще аж в 1909 году она стояла на вооружении до 1950-х пушка в принципе для своего калибра была неплохая скорость начали 820 метров в секунду и скорострельность практически у него было порядка 10 выстрелов в теории хотели 15 но немножко не получилось значит максимальная дальность стрельбы 16 половиной километров но а вес снаряда около 30 килограмм помимо этого было еще естественно частично зенитное вооружение зенитное вооружение первоначально было представлено стыдно сказать 1 76 миллиметровой пушкой это те самые знаменитые пушки лендера которые были первыми в россии зенитными орудиями но об их эффективности можно только гадать по небольшой скорострельности тоже около 10 выстрелов в минуту ну и соответственно отсутствие практически каких-то средств наведения введение целей и тому подобного поскольку в то время это было все очень слабо развито но с другой стороны и самолеты тогда были не очень пушки эти к слову говоря использовались много где и на бронепоездах и в общем-то на таких на стационарных точках но в дальнейшем от них на изяславе уже отказались после того как у нас прошла революция в стране на изяслава переименовали в карлом маркс и вот собственно карлом марксом он потом и был до своего самого последнего времени модернизации было несколько естественно у корабля и учитывая то что он был спущен на ауду в семнадцатом году эта модернизация была одна из самых первых в середине 20-х годов и потом была еще в середине 30-х в середине 20-х немножко изменился его внешний вид установили треногие мачты стандартные поставили пулеметы дополнительные зенитные автоматы ну а уже в 30-х годах добавили мостики добавили прожектора добавили радиоперехватчики приемники пеленгаторы орудия главного калибра немножечко перенесли поставили еще защиту от самолетов которые в то время уже были нормальные заменили то есть сняли все эти пушки ненужные поставили нормальный калибр 45 миллиметров и еще поставили пулеметы дшк немножечко переместили арт установки причем в конечном итоге одну установку гк сняли вместе с торпедным аппаратом за счет того что поставили больше орудий по потому что они были нужны но естественно там была куча мин из интересных вещей про которую я хотел бы рассказать это то что на этом изменится потенциально могли стоять совершенно другие пушки и об этом стоит поговорить отдельно дело в том что в 30-е годы был такой конструктор курчевский и те кто мои самолетные видео смотрели я думаю что слышали про него поскольку он предлагал установить свои динамореактивные безоткатные пушки на самолеты а калибра там были такие вам скажу нехилые по 70 по 80 миллиметров а так вот на этом корабле испытывали сначала 50 миллиметровые реактивные пушки а затем перешли к испытаниям вот таких вот орудий перед вами 305 миллиметровая динамореактивная безоткатная пушка системы курчевского которая стреляла снарядом весом около 250 килограммов на дистанцию в 13 километров данное орудие представляло собой сумасшедшую просто мощь которую можно было поставить на эсминнице несмотря на то что были значительные ну скажем так повреждения после стрельбы из этих орудий в частности частично разрушение мостика и других на агрегатов тем не менее экспертная комиссия приняла эти испытания и показала полную возможность установки этих орудий на эсминец и был разработан проект по которому эсминец карл маркс должен был вооружаться пятью орудиями колеба 305 миллиметров скорострельность этих орудий было просто феноменальные они имели скорострельность один выстрел в час вот была разработана еще установка которая была спаренная весом 30 тонн и у него была скоростельность один выстрел в 2 часа так что вот такие вот достаточно я не знаю уж как сказать странные мягко скажем вещи испытывались на эсминцах какая была ну кратенько так скажем история службы этого корабля участвовал он в первом мировой войне никак практически он немножко принял участие в операции альбион которая была мягко скажем для нашего флота провальный когда был потерян на несколько кораблей большое количество людей попало в плен но а в дальнейшем он уже в межвоенный период участвовал в многочисленных учениях в том числе была там бородом на нем специально комната для отработки химической атаки и испытывали действие и прита на военные корабли это был очень актуально межвоенный период даже были потому что химические снаряды специальные и заражение на корабле во время испытаний достигала 8 9 грамм и прита на квадратный метр учитывая то что смертельный доз составляет миллиграммы и испытывалось это все на добровольцах краснофлотцах если можно сказать добровольцы такие вот дела в результате в начале второй мировой войны он участвовал в основном в но в качестве эскортного больше миноносца не эскадренного ну скажем так все но выполнял свои основные функции атаковал подводные лодки ложные глубинными своими бомбами ну и в частности участвовал в обстреле некоторых бегового крепления естественно все в пределах балтики как был уничтожен уничтожен был в принципе как и очень большое количество эсминцев не только на балтике не только на черном где-нибудь море и на тихом океане бандеровщиками которые его нашли в одной из бухт он получил несколько попаданий близких разрывов был сильно поврежден и сел на грунт затонул был добит торпедами с торпедного катера еще который был рядом с ним погибло на около 30 на 40 человека экипажа они были похоронены там же в этом заливе на кладбище скажем так в этом заливе и до сих пор там есть мемориал куда даже приезжали бывшие моряки с этого эсминца уже где-то в 70-х годах что еще интересно можно сказать про остальные корабли ну примеслав ничем сильно не выделился был переименован в калинин и также служил погиб во время таллинского перехода знаменитого из талина в кронштадт подорвался на мини и в результате практически никто благодаря сложным действиям экипаж практически никто не погиб на автраил третий эсминец был захвачен во время первой мировой войны во время вот этой гражданской перипетии там подобных вещей был передан в дальнейшем сначала был захвачен англичанами потом передан эстонии служил там под именем ленук а потом эстонии был продан и поверьте куда в перу именовался там потом альмиранты гиссе причем прослужил он там в перу до сорок седьмого года патрулируя побережье южной америки вот так вот изменится построены для балтийского флота оказался в южной атлантике такие вот дела это все что я хотел вам рассказать как всегда не забывайте посмотреть несколько десятков других видео о истории самолетов и кораблей а с вами был фуриус и до скорых встреч